Шаг за шагом в городе продолжаются работы по благоустройству. Все зелено, красиво, чисто, аккуратно. Где уже есть изменения? На грани эмоций и закона мужчина из-за ревности чуть не взорвал чужой дом. Женщина по приметам опознала своего недавнего ухажера. Любовь или безумие? Вселенная на холсте. В Бобруске открылась выставка графика жизни. Картины все рассказывают за художника. Каково это дышать искусством? А также активная подкормка, лесные охранники и отличные перспективы. В Беларуси расширены возможности поступления для абитуриентов. Кто может воспользоваться преимуществом? Итоги уходящего четверга подводят наши корреспонденты и я, Дмитрий Вчаренко. Александр Лукашенко провел совещание по работе банковской системы страны. Во дворец независимости глава государства пригласил председателя Национального банка, первого вице-премьера, заместителя главы администрации президента, министра финансов и заместителя министра иностранных дел. В центре внимания приоритеты работы Нацбанка, контроль за ценами и уровнем инфляции, функционирование экономики в условиях санкций. Хочу предупредить, если в общем говорить, экономика – это приоритет приоритетов. Всякая финансовая деятельность должна быть подчинена интересам экономики. Чего бы нам это ни стоило. Это главное. В противном случае, зачем такая финансовая система? Когда я назначал заместителя главы администрации, я уже сказал, что это человек с хорошими знаниями в сфере финансов, банков, и нам будет легче разговаривать в администрации с Национальным банком, со специалистами, поскольку на одной волне же учились в одних и тех же вузах. Белорусский лидер намерен усилить контроль за денежно-кредитной политикой в целом. Александр Лукашенко подчеркнул, финансовая система должна работать на благо экономики. Ответственность за развитие лежит не только на правительстве, но и на нацбанке. Огненные страсти. Бобручанин из-за ревности чуть не взорвал чужой дом. В середине марта на улице Рябиновой возлюбленным чудом удалось уцелеть. В МЧС поступило тревожное сообщение о возгорании котельной частного дома. Спасатели ликвидировали последствия моментально. Хронологии произошедшего восстановила следственно-оперативная группа. К случившемуся причастен 60-летний житель районного центра. Еще недавно он сожительствовал с бывшей супругой хозяина жилища. Однако пара разошлась, а женщина вернулась к бывшему супругу. Обиженный экс-возлюбленный практически преследовал женщину и следил за ней. Благодаря камере видеонаблюдения, установленной на соседнем доме, правоохранителям удалось оперативно установить и задержать причастного к произошедшему жителя Бобруйска. Женщина по приметам опознала своего недавнего ухажера. 60-летний бобруйчанин находится под страшей. Расследование уголовного дела продолжается. Выгодные условия, качественный контроль и незначительное увеличение. Сеть электрозаправочных станций объявила о повышении тарифов. Когда вырастет стоимость? Громкие заголовки дня. Далее в специальном обзоре. Ранние яровые и зернобобовые в Беларуси посеяны на почти 23% площадей. Лидирует Брестская область. Культуры заняли 53 тысячи гектаров. Кроме того, продолжается сев однолетних трав и льна долгунца. Идет активная подкормка. В этом году отечественные аграрии планируют собрать не менее 10 миллионов тонн урожая. В Беларуси расширены возможности поступления для абитуриентов с золотой медалью или красным дипломом колледжа. Данная категория выпускников может без вступительных испытаний поступить практически на все специальности в региональные вузы, за исключением определенного перечня. Март и торговые сети продлили программу скидок до июля. Условия прежние – минус 10% на социально значимые товары. Права на дисконт имеют многодетные пенсионеры и малообеспеченные. Всего было выдано более 2 миллионов бонусных карт. Общая сумма предоставленных скидок – около 64,5 миллионов рублей. Беларусь первая в Европе покрыла все леса страны автоматической системой обнаружения пожаров. Видеонаблюдение работает повсеместно и способно распознать возгорание на ранней стадии. К слову, за два года лесхозы закупили 174 пожарных авто. Также сейчас активно внедряется радиосвязь, чтобы специалисты всегда были в зоне доступа. Сеть электрозаправочных станций объявила клиентам о повышении тарифов с 1 апреля. Оператор ЭЗС утверждает, несмотря на незначительное увеличение, электрокары по-прежнему остаются выгодными, так как стоимость зарядки все еще ниже заправки традиционным топливом. Город для жизни. В Бобруйске ведутся работы по облагораживанию территорий. Теплая погода дала старт ремонту тротуаров. Активная работа ведется на 50 лет в ЛКСМ, Держинского, Ковзана, Новошоссейной, Социалистической, Чангарской и не только. Для удобства людей с инвалидностью укладывается тактильная плитка. В перспективе подправить и дорожную разметку. Обновить планируют 30 400 квадратных метров. Город цветет, расстраивается. Все зелено, красиво, чисто, аккуратно. Впечатление очень приятное. Широкие улицы не сковывают приятные ощущения. Ведется не только дорожный апгрейд. Вскоре улицы города украсят более 630 тысяч цветов. Однолетние растения высаживаются ежегодно. В планах наполнить клумбы бегониями, бархатцами, цинерариями, сальвиями и виолами. Сквозь призму творчества в Бобруйске открылась выставка гомельской художницы. Картины Татьяны Гершгориной не просто передают красоту и смыслы, открывают зрителю эмоциональный портал. Елизавета Житкова погрузилась в уникальную атмосферу. Татьяна Гершгорина убеждена, Бобруйск – культурная столица и заслуживает особого внимания. Благодаря искусству можно прикоснуться к сказочному миру, вообразить любой сюжет и даже представить себя его главным персонажем. На выставке гомельской художницы более 60 работ экспрессивных порталов во вселенную творчества. Помимо того, что сами работы очень оригинальные, очень необыкновенные, вообще производят такое впечатление, мне кажется, что для того, чтобы вот эту экспозицию осмотреть, нужно очень много времени. Что работать, каждый раз нахожу какой-то новый смысл. Татьяну я знаю с 14 лет, мы с ней познакомились в нашем юнии, в нашествии. Танюша очень замечательный, добрый человек. Она для меня не просто подружка, но для меня сестра, такая вот близкая по духу. В каждой работе – это ее душа, она рисует по ночам. Талантливая мастериса с детства живет искусством. Пишет не только картины, но и прозу, стихи, создает авторские украшения. Отображает мир с помощью масла, акварели, гуаши и графики. Последнее из направлений использует чаще всего. Художница удивляет стилем, идеями. Каждая работа отличается лиричностью сюжетов, красочностью, восхищает с первого взгляда и проникает прямо в душу. Каждый художник укладывает смысл своих работ, свой взгляд на мир, скажем так. Надо смотреть картины. Картины все рассказывают за художника. Сказать, чтобы что-то конкретное вдохновило. Такого нет. Да, вдохновило. Сначала мы маленькие разрисовываем книжки, хорошие взрослые, получаем тумаков, а потом становимся художниками. Сегодня у Татьяны Гершгориной свыше 40 выставок и большое количество персональных показов. На каждом автор старается продемонстрировать больше новых работ, экспериментирует с формой, фактурой и цветом. Преобладают оранжевые олицетворения огня, солнца и гамма синего – символ воды, земли и жизни. Картина Вилена олицетворяет яркую вспышку от огненных волос на фоне грусти и мрачной атмосферы и показывает нам, что из любой тьмы можно найти свет или быть им. Работу автор написал в 2019 году. Чем дольше смотришь на полотно, тем больше замечаешь деталей. По 28 апреля каждый желающий может проникнуться миром искусства и найти свой смысл в картинах Татьяны Гершгориной. В Бобруйском художественном музее ждут ценителей прекрасного с 10 до 19 часов. Выходные – понедельник, вторник. Елизавета Житкова, Станислав Чечерин, Бобруйск, 360. Таинственные ноты. В Бобруйске прошел вечер великопостных песнопений. Живое, потрясающее пение и духовные стихи под сводами собора подарил мужской хор Сехсвятский под управлением регента Дмитрия Токмакова. Верующим исполнили композиции разных авторов, продемонстрировали красоту и глубину церковнопевческого искусства, а также познакомились с неисчерпаемым музыкальным наследием белорусской культуры. Эта идея, она привлекла внимание очень многих людей. Это не только прихожане храмов, поскольку информация дается широко. И приходят люди, которые иногда даже впервые попадают в храм благодаря вот таким вечерам. И потом они говорят о том, что это сподвигает их дальше ходить в храм, постигать азы веры и вообще искать Бога. Хотелось бы, чтобы почаще это все происходило. Я как бы первый раз сегодня здесь, но очень, очень впечатлена. Очень. Просто не передать словами, насколько. Замечательное мероприятие. Я уже второй раз присутствую на таком песнопении. Я в восторге. На самом деле очень сложно передать весь спектр эмоций, потому что на протяжении концерта испытываешь столько гамма просто эмоций и чувств, и их очень сложно передать. Смотришь и восхищаешься, насколько люди прекрасно поют, как музыка льется. Без музыки они творят эту музыку. И мы в восторге, мы рады, что пришли. Надеемся, что это не последний раз, и мы еще раз побываем на таком мероприятии. Ежегодно хор получает множество восторженных отзывов и благодарности от своих слушателей. Мир прекрасных звуков коснулся каждой души и не оставил равнодушным никого. Ведь подобные вечера укрепляют духовные силы, настраивают на молитву, призывают к миру и единению славян. Трагедия в Крокус-Сити Холли или когда боль для одних – радость для других? О самом кровавом теракте в истории независимой России поговорим после выпуска новостей в программе «Политический курс». Не пропустите. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова